МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, всем здравия всем великим сынам и великим дочерям великих родов. Значит, я хочу поблагодарить тех, кто меня сюда пригласил, потому что для меня, на самом деле, это большая честь. Я являюсь представителем комитета профсоюза «Союз». Ну, возможно, вы о нем знаете. И почему именно МСО, и почему именно здесь я? Потому что создание местного самонаправления — это одно из направлений, которые как раз наш профсоюз и развивает сейчас. Потому что, ну, вы знаете, что творится сейчас. Вот я бы хотела так, давайте вот, чтобы у меня время ограниченное, да? Вот какие вопросы? Вот у вас вот, мужчина, вы говорили, у вас были вопросы какие-то конкретные, что хотели бы узнать, это как раз моя тема. Вот вы говорили, вас интересует два, там, три направления была. Первое. Ну, первое, почему все собрались вообще в какие-то объединения? Что чем двигало? Второй вопрос был, у кого какие достижения и какие ошибки? И третий вопрос, как мы все можем объединиться, чтобы пробуждать русский мир? Первое, значит, почему мы все собрались, да? Что чем двигало? Что чем двигало? Начально, импульс. Вот смотрите, я так думаю, что двигает всем сейчас одно — желание справедливости и восстановить страну, сделать, чтобы можно было нам, нашим потомкам, жить достойно. Согласны со мной? Вот теперь вопрос, как это сделать? И почему именно сейчас пришло время делать то, что мы делаем? Поэтому я немножко расскажу несколько моментов, значит, по поводу экономики, да? То, чем, значит, двигает. Вот смотрите, если вам сейчас интересно, вначале, чтобы, вот, чем двигает, нужно понять, что происходит во внешней среде. Я буду оперировать чисто, как сказать, мне сейчас доска нужна будет, потом напишите, давайте так. Значит, то, чем можно записать. Все слышали про высокие вибрации, слышали? Понимаете, что это вообще такое? В чем оно заменяется? В Герцог. Ну вот давайте я все-таки скажу. Значит, то, что заменяется, значит, мы, ну, начну, я два пункта таких возьму. Первый — это электролизм воды, потому что люди состоят из воды. И делали эксперименты, значит, 31 декабря. Я очень уже сожму так, как у Родка, да, чтобы было понятно, что на физике, как происходит и как это все на нас влияет. Значит, 21 декабря, 21-го, 12-го, 2012-го года. Помните, какая дата? Что происходило тогда, в те времена, по ящику говорили? До конца света осталось только-то дней, помните, да? Так вот, значит, за месяц до этой даты, 21-го, 21-го, 11-го, 2012-го года делают электролизм воды. И показатели были 34, ой, по-моему, у килогута. Могу ошибаться вот с вот этой вот штукой. Значит, 21-го, 12-го, 2012-го года. Предположите, сколько могло, что могло произойти? Увеличение. Увеличение. Во сколько раз? Это за месяц. В разы. Я напишу. Во сколько увеличилось? Сто. Сто раз. Ровно через месяц, 21-го, 01-го, 2013-го года. А, ну да, 10 раз. 34, да. Показатели стали 540. Представляете, да? Как меняется структура тела каждого человека? Каждого. Теперь дальше. Следующий момент. 21-го, про число шума на все слышали. Каким оно раньше было? Знаете? 7. 7,5 Гц. 7,4 Гц. Ну, в среднем 7,5 Гц. Сейчас, ну, 2 месяца назад или 3 месяца назад, я уже не помню, я смотрела, вот эти всплески пришли до 120 Гц. Представляете? Возможно, сейчас уже даже больше. Представляете, да? Это физика. Это то, что можно заверить. Значит, мы перешли, чтобы было понятно, вот мир был вывернутый наизнанку, была в середине черная дыра, и вот сейчас все это вывернулось. И все начало очень сильно меняться, очень быстро. Вот. У Российской Федерации, у администрации, у них начались очень большие проблемы. Есть чем стереть? Женщины салфетки есть? Вот. Значит, начались очень большие проблемы. Скажите, что двигает, является кровью паразитической системы? Влажные деньги. Деньги. Я сейчас очень коротко нарисую, как господа-олигархи остались без денег. Интересно? Вот, смотрите. Сейчас, смотрю. Значит, существует два вида капитала. Есть капитал инвестиционный. Надо влажный. Обычно влажную носят с собой, эти влажные салфетки. Это местное, да? Что-то. Да. Значит, смотрите. Это влажные салфетки, они очень хорошо вытаскиваются. Так, давайте. Теперь смотрите. Все видно доску, нет? Можно за конференц-зал меньше заплатить. Ну, вот, смотрите. Значит, существуют мировые деньги. Это инвестиционный капитал. Что такое инвестиционный капитал? Это деньги мира, которые можно охватывать, чтобы зарабатывать. Ну, это вот в том мире, да? На котором мы еще пока захватываем. И все эти деньги, догадайтесь, кому принадлежат. Ну, предположите хотя бы. Хозяевам денег. Хозяевам денег. А кто является хозяевами денег? Я вам скажу, все принадлежит русским. СССР в том числе. Потому что деньги вот здесь находятся. Деньги русского царства, российской империи, деньги СССР. Понятно, да? Так, значит, смотрите, что произошло дальше. Есть еще такое понятие офшора. Вы слышали, да? Что это такое? Это вот офшорные зоны. И вот здесь находятся разные. Здесь и Арабские Эмираты, и Китай здесь находится. И вот здесь вот эти офшоры, наши российские олигархи, они начали выводить деньги вот отсюда сюда. И им это позволили. А на самом деле их поставили в ловушку. Почему? Потому что, когда они сюда выводили, они ставили, там было два условия. Первое, чистота денег. Они подписывали бумагу, что деньги не имеют криминального происхождения. А второе, они должны были уплачивать налоги. И вот с осени 16-го года у них у всех стали требовать подтверждения чистоты денег. А там есть такое условие. Если хотя бы один доллар или один цент, под сомнение ставится, блокируется счет на время проверки. А знаете, сколько проверка может длиться? Сто лет. Сто лет. Они что сделали? Они сейчас создали еще один новый офшоры, и туда остатки денег гонят. Так вот, на сегодняшний день перекрыто все финансирование абсолютно. И они сейчас расходуют свои собственные резервы. Теперь дальше, следующий момент. Про матицу Русин что-нибудь слышали? Матицу Русин. Вот, это представители русского царства. И на сегодняшний день они заявили требования на территории, а вот теперь внимание, всей практически Америки и практически всей Европы. Это наши территории. И вот сейчас огромное там сто с лишним стран собирались, и они это дело обсуждали. Поэтому сейчас США до юры, его уже не существует. Для того, чтобы дальше как государства не существовали, они должны подписать договор. Вот, заметьте, я обращаю внимание, земля, да? Чья земля. Вот, они должны подписать с матицей Русин договор, и они им сейчас не дают договор. Мало того, души всех американцев были проданы на 7 поколений вперед, и было сделано ими сиденье, там что-то такое. И они все в долгах, они рабы. Так вот, вторым документом матица Русин сейчас дает вольную всем гражданам СССР. Ой, США. Понимаете? А так как русское царство территории были, русское царство потом... Вы, наверное, видели, да, в ролике, что были трасты. В управлении Российской империи был 300-летний траст, который закончился в 1913 году. И 5 лет было, значит, разделительные балансы, передаточные балансы, ликвидационные балансы. И следующий был СССР с 1922 года. То же самое. Вот, были еще 72-летние трасты. Это был как раз Сталин. Ну, я так коротко скажу, что Сталин вновь купил долги Англии. И, в общем, выкупил все заводы. Это дополнительные есть документы на это все. Вот, и все, что производят, огромные вот эти производства, атомные станции тоже все принадлежит в СССР. Помните, да, СССР строил за границей очень много. И по документам это все принадлежит гражданам СССР. И теперь, коротко, я пройдусь по теме живых. Слышали, да, про эту тему? Живые и живорожденные. Что это такое? У нас, среди нас, много очень ходит клонов. И раньше клонов были договоренности, что они должны были, по-моему, не больше 20%. То есть, они были юридически мертвые, поэтому были созданы реестры живых, живорожденных и клонов. И во время, за последние 250 лет, ну, так уж случилось, что клоны захватили власть и живых, живорожденных закинули сюда, к нам, а сами записались в живые. То есть, вот, поменялись местами. Так вот, что сейчас МСУ, роль МСУ в данной ситуации? Что нам делать? Так как на сегодняшний день Ватикан, это одна из организаций, которая суверен, сразу скажу разницу между вольными и суверенными. Вольные, это мы можем что-то делать, но мы не настолько самостоятельные, скажем так. Суверены ни у кого ничего не просят. Они сами могут что-то издавать, что-то делать, миссию денег делать и так далее. Так вот, царь царей, это вот как раз цари, это суверены. И у нас в мире здесь два вида. Творцы, и мы их называли паразитами, сейчас мы их называем потребителем. Мы меняем слова, да? Вот паразиты, потребители, они пришли из миров, где ограниченные ресурсы. И у них генетически наложено, что наложить на всю руку, это вопрос выживания, у них генетики. Мы пришли, вот все, кто здесь, кроме засланцев, они, значит, находятся с мира творцов, где неограниченные ресурсы. И что происходило? До 21 декабря 2012 года это низкочастотные было, это был пекильный мир, это была их родная среда. Поэтому они смогли захватить определенную землю, но опять же, землю, там только договора управления, понимаете? Договора управления чем? На земле. Это управляшки, обыкновенные управляшки. И каждые сто лет начинались войны. Для чего это делалось? Когда начинались подведения балансов и учетов, и каждый раз они развязывали войну, и каждый раз, ну, у них прокатывалось, них долги не спрашивали. Поэтому, первая задача, которая у нас сегодня, нам нельзя допустить развитие революции и так далее. Все должно быть мирным путем. И очень коротко я сейчас скажу, как. Вот, второе, значит, что мы должны учитывать. Значит, точка отсчета у нас будет СССР, потому что в СССР с 22 года по 17 марта 91 года была такая же управляющая компания. И с 17 марта 1991 года, благодаря Горбачеву, вот я очень долго считала его предателем, пока не узнала некоторые вещи. Ну, это ограниченное время, поэтому я так скажу. Благодаря Горбачеву был создан референдум, на котором были закреплены все права и свободы человека. Человек и гражданин — это разные статусы. Следующий будет там вольный и дальше уже суверенный. Так вот, мы стали владельцами земли, нашей земли. И государство СССР стало совершенно другим, уже другой статус. То мы были граждане, огражденные в правах, а тут мы закрепили себя как человеки. И, ну, у нас было объявлено, что будет сертификат. В общем, паспорт СССР каждый — это был финансовый документ, который стоил 10 тонн золота. Вот у нас обворовали каждого на 10 тонн золота. Вот, поэтому 17 марта 91-го года точка отсчета СССР. Но, так как это обновленный СССР, нам придется рисовать законы, я не знаю даже, как слово, составлять, думать. Это все будет новое, оно будет обновленное. И вот как мы сейчас все это сделаем, так оно и будет. Теперь следующий, значит, момент. Опять же, СССР, тема живых я обойду. Что на сегодняшний день, так как закрыты все трасты, все реестры живых, вот меня спрашивают, ты получила паспорт СССР? Ну, там разные. Я говорю, нет. Ты сделала себе грамоту? Да нет, не делала я грамоту. Есть там девушка Пестрякова, допустим, да. Вот я покажу, можно листочек любой. Вот, допустим, я коротко скажу, почему не делаю. И надо быть очень аккуратными с документами. Вот титульный лист, вот здесь первый лист, написали. Потом переворачивают, вот здесь они пишут. Так вот, то, что с другой стороны они пишут, это уже незаконный, так скажем, документ. Это мертвая сторона, и он уже обнуляет полностью все, что там было. Не говоря о том, что нотариусы, которые ставят, они ставят верх ногами орла. Это вот то, чего мы не знаем. Ну, тема хорошая, для чего она была запущена, чтобы каждый понял, что каждому по праву рождения Творцу, с момента рождения каждого человека, дается все необходимое для жизни. И вот первая точка отсчета, которая у нас есть, это как раз земля. И так как их планы развязать войну, революцию, потом списать все, а наши планы мирно, во время того, что как сейчас проходится сейчас Центробанк Российской Федерации, он проходит процедуру банкротства. И Ротшильды повесили на них абсолютно все долги, все что. И вот в этот момент, значит, у нас первая точка отсчета до 2021 года. 30 лет действует вот этот референдум. И до 2022 года там СССР, 100 лет будет, да, там тоже начнут разделительные балансы. Ну, если не успеем, то до 26-го. Но если до 26-го, как сказать, успеем, не успеем, то руки повыкручивают. Ну, это я так мягко говорю. И вот теперь смотрите, еще расстановка сил. У нас существуют олигархи, да, вот они у нас. У нас есть условно светлые, это вот олигархи, и темные. Так вот, вот наших олигархов убрать заинтересованы и темные. Почему? Потому что они приготовили нам электронное рабство. Ну, вы слышали, чипизацию и все остальное. Вот, так как они, у них есть особенность, они, каждый, все, все должно быть бумажно закреплено. И вот они смогут сейчас это все сделать при одном случае, если мы им поможем. Олигархов сейчас обесточивают заинтересованные все стороны, светлые и темные, да, чтобы их убрать. Вот, а наша задача сейчас заявить свободу воли. И это делается один раз в сто лет, такие вот шансы даются. И вот теперь смотрите, мы уходим от борьбы с Российской Федерацией. Их сейчас там, вот представьте себе, война, да, обычная, да, и вот представляете, выходят Катюши и долбят их. Чего туда лезть-то? Вот если они нас не трогают, мы их не трогаем. Но там, где нам нужно заявить, мы должны заявить, что такое местное самоуправление. И что оно нам дает. Я дам с правовой точки зрения, вот, технические вопросы, которые Алина расскажет, а я дам вот как со своей стороны, да. Смотрите, что делают у нас суды, приставы и так далее. Безобразие, да, идут сильнейшие. Они ведут чистейший геноцид народа. А теперь смотрите, мы создали одно МСУ, другое МСУ в городах. Да, вот начали понемножку. У нас были разговоры, когда мы эту тему обсуждали. Мне говорят, нет, у тебя не получится целый город сделать МСУ. Как вы думаете, легко сделать целый город МСУшкой? Как? Целый город. Выходил кто-нибудь к людям? С ними общался? А вот теперь смотрите, методики. Вот все эти методики потом будут более разработаны, даваться у нас на обучение по МСУ. Ну, у нас, нашим еще. Это вот сейчас мы даем обзор на. Вот я, представьте себе, у вас стоит многоэтажка. Пройти и выбрать людей, которые должны за ЖКХ. Много времени это займет? Нет. Взять не там. В списке висят. Да. Они сами нам дают все, что нам необходимо. Потом послать ребят, их называют волонтерами, мы их называем добровольцами, да? Мы называем нашими словами. Пригласить всех этих людей и сказать, мы вам сегодня дадим возможность избавиться от этих долгов. Как вы думаете, они придут? Ради интереса. Вы говорите, у нас сейчас вот есть три пункта. Мы должны, для того, чтобы от этого избавиться. Создать местное самоуправление, МСУ. Для этого нужен сход, да? Сколько там человек нужно на сход? Отдаврить. Нет, пять человек. Пять человек. Остальных обойти и подписаться, они согласятся? Мы предлагаем всем. Скажите, есть хотя бы один, даже у кого есть деньги, ему предложат отказаться оплачивать ЖКХ? Есть такие, кто откажется? Просто обойти, они распишутся. Два условия, сход и подписи. Три четверти. Я могу сказать, что подписи очень сложно создать, потому что я уже... Вот, секундочку, я потом скажу, потому что у меня время час. Вот подписи, когда говорят, это невозможно, мы это делаем, потому что как вы это подаете? Если вы приходите, подпишитесь, а вы приходите, звоните и говорите, у нас есть возможность сейчас ЖКХ снизить, короче, минимальный платить от вас в подпись. Понимаете, как подавать информацию? Это методики. Все, мы создали МСУ. Теперь дальше территориальный профсоюз, объясняем, почему территориальный. И дальше профсоюзный кооперативный участок. То есть территориальный профсоюз делает заявку в кооперацию, и мы получаем доступ к счетам ЖКХ. Что это значит? Наши структуры у нас, и Андрей знает, видел в Уфе, девочки, там очень сильные, которые по теме именно ЖКХ. Вот, докопались до того, что на каждый, на каждый лицевой счет, каждой квартирой идет 30 тысяч на оплату ЖКХ и 10-11 на капремонт. Они же фондами называются. Почему? Фонд собирает добровольные взносы. Одна не платила 10 лет, другая полгода, и потом делали что? Делали, два месяца не платили, по 15 человек, 10-15 брали, приходили, брали в Урал себе выписки по счету. И планировалось, в общем, мероприятие, когда показали бы это все, ну, в общем, мы собирались устроить маленький шухер. Но мы поделились, значит, с другим профсоюзом, и тот другой профсоюз, они объявили это все, и часть мы потом не пойдет в эфир, я потом скажу, что нельзя, потому что, когда в эфир это идет, система срабатывает и перекрывает нам это дело. И нам они просто сорвали очень серьезную такую акцию, скажем так, мероприятие. Ну, а тогда мы подумали и решили, что нам нужно теперь получить доступ к счетам. Каким? Просто забрать. Не хотят по-хорошему, будет по-нашему. Вот мы нашли сейчас способ, это будет обкатываться в ближайшее время. Вот, не буду называть где, не буду говорить. Кому будет интересно, можно будет подключиться к этим процессам. Теперь следующий момент. Вот город появляется, появилась МСУ, МСУ, МСУ. Так, суды там у нас. И мы у судов спрашиваем. Ребятки, вы на каком основании когда организовались? Они вам дают ответ официальный. В 1038 году народный суд. Везде народные суды. А каким федеральным законом создан ваш народный суд? Следующий запрос. Ваши МСУ запрашивают. А федеральных законов нет, оказывается. В Москве там немножко, в Санкт-Петербурге и в Крыму. Все. И дальше, когда у нас уже МСУ много, что мы можем сделать? Мы организуем выборный свой суд. Далее. Полиция. Вот интересно. Полиция защищает верхушку. Милиция, народ. У нас там что по МСУ можно создать? Народную? Как дружину. Народная дружина. Народная дружина. Это что? Милиция. Теперь встанет вопрос, чем платить, да? Вот интересный вопрос. Ну, помимо того, что на каждое МСУ идет деньги, как бы там по 500, да? Нет, от статистики, от количества населения. А, от количества населения, надо еще здесь. Ладно, мы переходим на самофинансирование. Мы берем максимальный и минимальный. Вот теперь смотрите. Сейчас будет запускаться новая, как сказать, правильная система. Ну, заводы все уничтожили, рабочие места уничтожили. Я вам скажу хорошую новость. Им позволили это сделать. Почему? Потому что готовые новейшие технологии. Вот смотрите. На новой МСУ ставится размером, ну, чуть-чуть больше вот этой вот стаканчика. Штука. И она дает 10 киловатт, да, по-моему, это называется. Кто там физику-то понимает. Ну, достаточно на, ну, частный дом, да, обогревать, освещать и так далее. На большой дом она будет, ну, вот такого размера где-то, да? Это хватит на целый поселок. Без проводов, без ничего. Ну, на МСУ. А теперь смотрите. Если сегодня дадут по отдельности кому-то. Кто дает, это новые технологии, которые есть. И которые будут запускаться, когда будет достаточное количество местных самоуправлений. Разно будет даваться. Кто дает? Это уже другая тема. Эти технологии есть. Делаются сейчас, существуют реестры новых разработок. Это все есть, это готово. Вопрос кому давать? Понимаете? Вопрос кому? Что есть? Сейчас готовы. Я просто расскажу. Вы, вот знаете, я вас прекрасно понимаю, потому что есть той серии, что Фома не поверит, пока не проверит. Понимаете? Вот. И когда он так рассказывает, и говорит, дайте потрогать. Дайте посмотреть. А так и надо пойти жить. Вот. Ну, вы же поймите, вот я почему оказалась в Москве? Ирина, а вы где эту штуку выпали, сейчас вы видели или вот так? Видела, видела. Да. Все работает. Вот здесь Андрей вот сейчас находится. У него на машине стоит там штучка тоже какую-то поставили. 50% бензина. Он уже комок, если не больше уже. Водородный генератор. Водородный генератор. Это уже потихоньку все запускается. Вопрос в том, что если мы сейчас будем по отдельности кому-то давать эти, просто будут убивать. Я вот говорю прямым текстом. Но когда организовано много самоуправлений, в них организуются кооперативные участки, далее будет... Вот это я попрошу вырезать вот это, что я сейчас... Все бывает первый раз. Я когда говорила о цифрах у тех герцов, я же не зря говорила. Вот слышали выражение Ленина, когда он говорил, вчера было рано, завтра будет поздно. Вот сейчас цикличность вот эта, вот всплески вот этой энергии, они сейчас идут. Каждое 22 число идет. И по нарастающей вот эти высокие частоты, они нарастают, нарастают и нарастают. Это отдельная тема. В час я могу раскрыть эту тему. Но у меня часа не хватит. Наша задача другая. Почему нам нужно организовать МСУ? А теперь смотрите, стоит дом, под ним МСУ. Земля чья? МСУ народом. А теперь смотрите дом, в котором сейчас у кого-то идут суды, или у кого-то забрали квартиры по ипотекам там или еще почему. А теперь смотрите, это я еще не говорила ни разу, мы еще не отрабатываем, но в ближайшее время мы это поставим. Есть закон, который говорит о том, что судьба строения привязана к судьбе участка. Если вы возьмете выписки сейчас по многоэтажным домам, окажется, что дома на балансе нигде не стоят. Земля ничья. Перевожу. Это уже они начали делать. Когда они продают целые поселки, какой-то там приходит, покупает, и людей выкидывают на улицу. Теперь смотрите, как мы делаем сейчас, Российская Федерация начинает работать на нас. То есть мы говорим людям, вот видели, вот там выкинули людей, почему? А если бы было МСУ, никто бы не посмел даже подойти туда. Теперь следующий момент. Очень интересный. Все, что касается, вот кто-то борется, доказывает. Смотрите, более эффективные методики. Когда мы разговариваем с полицией, когда мы разговариваем с судьями, когда мы разговариваем с приставами. Вот берем полиция и судьи, да? Есть три... Ой, я потом даму... Забыла, на память выписывала, вроде бы уже называла. По-моему, триста... Нет, 2012 года указ есть, где написано, что это временно замещающие государственные должности. И там такие товарищи, как приставы и... 115-й, Валер, да? Не помнишь? Валера просто знает все законы, вот эти федеральные законы. Я больше его не видела, он там стреляет ими. А вот... Ну, я тоже скину, надо будет вот это ввести сейчас, как в обиход, чтобы использовали. Когда мы им показываем, мы говорим, что вы даже не госслужащие, они на Коапс ссылаются, что имеют право, у них глаза по пять копеек. Когда мы разговариваем с судьями, мы говорим им о том, что, господа судьи, у вас отсутствует указ президента, потому что каждый указ президента, якобы, это публичный договор, так же, как и Конституция Российской Федерации. Разница. Понимаете? И мне говорят, как-то вы хитро, когда вам выгодно, вы соглашаетесь с тем, что это федеральный закон работает, а когда вам не выгодно, вы говорите, покажите подпись. Я говорю, стоп, для вас федеральные законы работают? Они говорят, ну да. Для вас работает вот этот федеральный закон. Вы согласны с тем, что он работает? Они говорят, ну да. А когда вот нам не выгодно, мы говорим, покажите подпись. Вы же говорите, что президент подписывает. То же самое с указами президента о назначении судей. Когда мы говорим, у вас нет указа президента подписано, ну вы же юристы. Улавливаете смысл-то какой? И когда сейчас уже запускается новое, вот до этого момента мы, до недавнего момента, мы собирали на всех них, на всех компромат, буквально в смысле слова. Очень у многих сейчас там, вот те, кто в теме СССР, они говорят, вот все это бесполезно, мы пишем, они все равно выносят решение, они забирают или еще что-то. Это было время для того, чтобы когда приходит время с них спрашивать, вот оно сейчас уже приходит. Российская Федерация находится в стадии ликвидации. Разделительные, передаточные, ликвидационные балансы подписываются, и все. И дальше, это уже не мы будем разговаривать. Слышали про такую организацию UCC? Слышали про налоги, статья 5-6, что налоги уже не уплачиваются там, да? Налогов. Это как раз в связи с этим связано. И опять, смотрите, кто знает, те пишут, кто не знает. И мы вот, каждый, когда вы веняете вектор внимания, вы когда защищаетесь от них, да? Вы начинаете доказывать, мы тут, а тут, а когда вы приходите в суд и улыбаетесь, и судья вам отказывает в ходатайстве, ну или там от пристава что-то приходит, такое говорят, ну пошли вы, не нужны нам доверенности и так далее. А вы говорите, ура, вы собрали на них компромат. Понимаете, меняется энергетика. Мы сейчас должны все работать на высоких частотах. Есть еще такое понятие чистота крови. Когда вопрос, почему сейчас говорят, вот люди просыпаются, просыпаются, ну здесь на кого-то сильнее действует, зомбоящик и так далее. Большая часть народа, они спят. Ну если добавим, что там огромное количество клонов, что с ними делать? Вот сейчас сама система, сама система сделала все так, что они создают условия и выдавливают к нам всех. Они привыкли к тому, что людям надо заработать. Смотрите, было в Краснодаре видео, я его несколько раз просматривала, когда дом сносили, потому что люди купили квартиры, заселились туда, и потом кто-то принял, что-то там было неправильно, люди в домах, и подъезжает экскаваторщик, и этот экскаваторщик начинает сносить этот дом. И они говорят, ну нам же семью кормить надо. Вот с такими я говорю, а если тебя убивают, будут заставлять, ты тоже будешь за деньги. И вот здесь мы начинаем, вот тот самый момент, когда начинается поляризация, когда светлый к светлому, темный к темным. И у нас будет, даны будут всем одинаковые условия. Всем. Как это будет выглядеть? Творцы, они могут творить, они могут производить что-то. А потребители, они могут что-то сотворить? Они смогут чего-то добиться. Их задача будет обслуживать творцов. Когда зеленый свет для творцов, понимаете, как это будет сейчас происходить? Естественно. А какие первые шаги? С чего мы должны начинать? С МСУ. Земля. Первая на первом месте земля. Защита должна быть юридическая. Это профсоюзы дают правовые какие-то. А теперь смотрите дальше. Говорят, копное право вводить. А попробуй введи в дом, который вот. Попробуй. Люди друг друга даже не знают. А здесь, когда мы начинаем говорить, что мы доверяем лучшим, и вот тех, кого выбирают, это будет прописано в правилах, что он несет ответственность за то, что говорит, за то, что он делает и так далее. Ларуете, какая в чем разница сегодня? Между депутатами. Да? Это мы будем свое. Копное право, оно будет через местное самоуправление вводиться. Будут старшие подъезды, они и сейчас есть. Только старшие подъезды несут какую-то ответственность за что-то? Нет. Сегодня нет. А когда они будут нести ответственность? И здесь становится вопрос крови. Вот здесь очень интересный момент такой. Вы знаете, оказывается, каждое место, которое человек занимает, у него должна позволять кровь. опыт души, другими словами. Кто-то может организовать какие-то процессы, а кто-то не может. Это разные слова, разных... И если кто-то садится на какое-то кресло, то вот эта энергия, она жгет очень сильно. Смотрели «Игра престолов» в фильме? Кто-нибудь? Вот там есть трон, и он вот так, задняя сторона, вот это, мечами вот так вот сделан. Так вот, я, значит, сейчас очень внимательно смотрю на знаки, которые везде. Вот в Москве есть метро «Комсомольская». И вот там очень интересные такие вот крески. Мало кто обращает кого-то к колоку поднять. Да, и вот выходишь там с одной части метро, там еще рыцари стоят. Потом дальше, значит, появляются в Будемовках. Ну, так двигаешься по выходу куда-то, к Ленинградскому вокзалу. Ну, и везде звезды, вот эти вот со щитами, и везде мечи. Так вот, это мечи. В виде мечей эта энергия показана, что она будет убивать каждого, кто занимает несоответствующее его место. Улавливаете, о чем идет речь? Скажите, при таком раскладе у них есть шансы какие-то там выжить? А теперь вопрос. Либо вы им говорите, вы такие сякие, мы вас убьем, мы вас... Как они будут реагировать, если вы будете так? Когда же все четвертые статьи у СССРовской угрожают. Как они... Какая реакция? Кто пробовал? Защищаться начинает. А когда вы к ним приходите, говорите, ребята, вас подставили. Они увольняются. Вот, уже первые ласточки, понимаете, уже идут. Финансы им сейчас, они раздули штаты, кого? Полиции. Они, силовиков, раздули штаты. Но те у них работают до какого времени? Пока можно. Пока им платят. Им сейчас перекрывается полностью все финансирование. Этим людям куда надо будет идти? На милицию. Милицию. Народную милицию. Они придут в местное самоуправление. Но местному самоуправлению что нужно сделать? в данный момент оплатить работу, потому что людям нужно что-то есть. И здесь включается механизм самоорганизации. Потому что вот те темные, которые готовят рабство, я читала кое-какие документы, знаете, на чем они делают упор? Они уверены, что у них получится. А знаете почему? Они считают, что работают психогенераторы, работают зомбоящики. И они говорят, руссы уже уничтожены до такой степени, что они не могут самоорганизоваться. Ребята, а теперь представьте, сколько нас тут человек? Рисую еще одну картинку. Смотрите, как мы усиливаем все друг друга. Плохо стирается. Нет, это уже стерка настоящая. Ну, я так коротенько сейчас маленько нарисую. Ну, смотрите, вот такую картинку все знают, да? Вот так вот. Одно кольцо и второе кольцо. Что это значит? Не, не, кольца. Молодоженок, да? Кольца вот такие. Смотрите, когда накладывается одна энергетика на другую, вот здесь появляется точка как силы, скажем так, да? И к ней притягиваются еще два. А к ним еще. Представляете, вот это и называется синхронизация. И вот таким образом, вот одна я, ну да, есть энергетика. Одна Алина, у нее тоже своя энергетика. Василий у него, у вас у каждого своя. Но мы поодиночке, мы просто одиночки. Сильные, но одиночки. Но когда мы собрались втроем, нас уже стало там, я не помню, сколько, в сто с лишним раз, да, там? Кто-нибудь видел там, в интернете есть такое? Да, сто семь раз. Когда собралась сотня, вот те, кто здесь сейчас, вы себе даже не представляете, насколько мы все сейчас друг друга усиливаем. А если взять еще вот эту тему, загадочная русская душа, кто-нибудь думал об этом? Что это значит? Я вам скажу, мы творцы. И как это работает? Кто-нибудь слышал понятие внешнее намерение? Вот я расскажу, как оно действует в известный фильм. Когда девятая рота была, вот там один защищал, и там 9 или 18 гранат не разорвались. А знаете почему? Включил внешнее намерение. А что это значит? Это когда русы говорят, да пошли вы все. То есть он выходит с вилами против танка, и танк останавливает. Он говорит, а насрать. Вот, вот, вот. Понимаете? Есть история, когда буквально вот перед этим мы разговаривали, было, вот не помню я его имя, к сожалению, не записала. Когда он с топориком там, значит, что-то делал, он был обычным, готовил повар. И три танка подъезжают, так его окружили. Понимаете, ружье у него висело далеко. Вот нужно было на дереве. И он с топориком с одним три танка остановил. Там и три танка, там два автомобиля было. Там два автомобиля было, а и три танка. Там три танка было. Три танка, это уже другая, значит, история. Вот. Ну, может быть. вы понимаете о том, вы понимаете о том, что один, когда говорят, один в поле воин, если он советский воин, я помню, я писала сочинение на эту тему. Вот это, вот это самая загадочная русская душа, когда логика перестает отсутствие, и включается вот это внешнее намерение. Мы берем и делаем. И если по одному мы бы тоже делали, вот сейчас мы запускаем абсолютно новые процессы. И они уже боятся. И мы сегодня им рисуем образы. Какие образования, это что? Это образоваяние, которое идет. И мы рисуем новый образ. Мы рисуем новые образы того, что происходит, как это будет. Вот смотрите, вот эти цветы в интернете пошло куча, что их там в начале, что вот они такие крутые, всех они нас гнобят. Да перестаньте вы все постить эту дрянь. Каждый пост, который кто-то пишет, что вот нас уничтожает русов, усиливает и продолжает уничтожение. Наша задача сейчас рисовать картинки, где мы наверху, где мы достойные, понимаете? Где мы победители. Мы СССР и все остальное. То есть вот это сейчас тоже очень важный момент. Это будет сейчас образование, будем пересматривать. Вот сейчас решили, что женщина будет до 10 лет по уходу на содержание, мы не знаем, державы уже теперь. Это вот ближайшие планы, я вам говорю. Сейчас мы продумываем по поводу пенсий, потому что в СССР, я вам скажу, что хозяевами всего были дети и пенсионеры. Вот, потому что в ЦСПС принадлежали все полностью материальные ресурсы и пенсии платились с амортизационных фондов. Вот 10 миллиардов сто лозов, 4 таких суммы были амортизационные фонды. И вот эти деньги сейчас, вот эти как раз деньги СССР, с них выплачивались так называемые пенсии. Вот. Сейчас нужно будет поднять по-новому престиж стариков. Если у кого есть какие, вот как это все сделать, да, потому что мы так устроены, когда старик уходит на пенсию, он никому не нужен, и они быстро умирают, именно поэтому. Им нужно дать какую-то цель. Нужно, чтобы они были заняты. Вот я была буквально недавно на круглом столе, по-там, идея какая? В старости людям дать достойное, как бы, ну, времяпровождение, но не сводится к тому, что куда-то развлекаться, ходить, не более того. Вот. Мы должны дать существенно новые какие-то моменты, чтобы каждый был нужен. Почему бы не дать народный контроль? Только тут надо аккуратно быть с ними. Понимаете? Почему бы сейчас, смотрите, вот мелочь, да, везде появились столовые, ну, не знаю, как в Воронеже, в Москве, вот везде сейчас дешевые столовые. Это для чего делается? Для того, чтобы девочки разучились готовить. Удобнее пришел, купил. А здесь бабушки, старушки, пенсионерки, они могут научить, но им надо создать условия девочек и не только девочек готовить. Руками восстанавливать будет институт семьи. Опять, это кто может делать все это дело? Есть оба, кстати, очень интересные стариков с яскими совместили. С кем? С детскими садами. А давайте мы с вами поговорим на эту тему, потому что мы сейчас что напишем, так и будет. Понимаете? Вот, первые шаги, то есть, сейчас началась сборка. Вот есть на верхе, на верхах там битвы, я вам скажу, идут очень серьезные. Есть мы снизу. Вот верх без низа не может сделать, низ без верха ничего не может сделать. Когда кто-то говорит, вот мы все сами, финансовая система готовится новая. Все это будет, вот одно убирается, другое, как бы, начинает появляться вместо этого. Вот таким вот образом это будет. Как вам такая перспектива? то есть сейчас, за 19-й год, планируется введение новых систем. Мне не нравится название Гарпии, это гибкие автоматизированные производства роботов с искусственным интеллектом. Вот так это все называется. Надо будет поменять местами, потому что слово Гарпии не очень нравится. Чтобы было понятно. Вот представьте себе, мы выкупаем сейчас кучу людей, у которых остались без жилья, например, просто выкинули на улицу, без работы. А теперь представьте, покупается деревня, которая уже пустая. Мы можем купить у Российской Федерации сегодня, там достаточно будет финансов, пока. Строим дома. В этих домах, там будут все, чтобы можно было самообеспечение полное. И они начинают снабжать для себя овощи, фрукты. Там, как называется, не теплицы, а биовегетарии называется. Там кто-то курочек выращивается, экологически чистый. Сейчас будет становиться экология на первое место. Все, что не загрязняет, а очищает. И методики тоже есть. По очищению почвы есть, там черви специальные, которые запускают, восстанавливают. Там столько технологий. У меня сейчас реестр таких уже приличных, даже у меня, которые я собираю сейчас, реестр вот этих, даже у меня очень много разработок, за которыми стоят конкретные люди, которые готовы взять ответственность на себя. А теперь следующий момент. Для того, чтобы сделать МСУ, для того, чтобы запустить профсоюз, кооперация, это совместно сейчас давно будет. Скажите, что нужно, вот самое первое, чтобы это все сделать? Кому-то взять ответственность на себя. Понимаете? Когда безответственность, мы собрали, поговорили, оно все потухло. Вот сегодня, вот сейчас, после Нового года, 19-й год, это будет момент, когда уже подобрались люди. Аристократия, аристократ, они уже, вот здесь сидит, аристократия. Те, кто уже взяли на себя ответственность. Приехали из разных регионов. Это люди, которые уже приняли на себя решение. Теперь вы каждый начнете притягивать к себе людей. Как было у нас по профсоюзу? Да, вот мы начали вначале, людей было много. Мы только дали, вот когда только начинали. И что произошло? Мы тогда захлебнулись, мы не успевали, ну меня все, как сказать, вот давать консультаций просто не хватало физически. Я выбрала несколько людей, и они сейчас обучают по ЖКХ, по... Андрей, нравится вам обучение? Понимаете? Вот собралась кучка людей, их обучили. Сейчас в суды я опять, я так то хожу в суды, то не хожу, сейчас опять хожу в суды, опять обучаю. А здесь, когда у вас ответственность за себя, в чем была проблема вот СССР? С тем, что у нас государство взяло на себя ответственность, а мы позволили им. Мы за, так скажем, подачки, в виде зарплаты, места работы, пенсии, мы отказались от своего суверена, фактически, еще научили воровать. Вот это вот проблемы, которые дал нам СССР. Это минусы. То сегодня нам каждому нужно будет взять ответственность на себя за свою жизнь, каждого, себя и своих потомков, которые будут дальше. А вот, дальше нужно сейчас разобрать зерна от плеви, потому что очень много вкинуто даже по, как сказать, по теме славянства очень много вбросов, которые они вводят от истины. А какой критерий самый основной, как вы думаете? Вот когда... А? По делам. По делам. Да. Чем отличает человека от клона? Совесть, создатель и весть. Раньше была прямая связь с создателем, а в низкочастотном мире она пошла через игры и расскаженные. Вот сейчас прямая связь с создателем, с нашим, с творцом, она налаживается, и у многих она уже прямая. Когда меня спрашивают, знаете, вот бывает ситуация, когда там что-то разговариваем, раз, они на нее смотрят, а это ты откуда знаешь? Кто тебе сказал? Кто слил тебе информацию? А я такая сижу и думаю, да никто ж не сливал это что-то, ты просто знаешь какие-то вещи. А потом оказывается, что ты правильно сказал. Я уже иногда даже, иногда что-то говорят, иногда что-то рассказывают, а иногда ты просто напрямую получаешь. И самое интересное, что такое происходит со всеми, только люди еще не умеют различать, ум мешают. Вот смотрите, среди ваших знакомых много людей, которые резко бросили курить и пить. Есть такие? Есть, да. Почему? Есть. Вибрации, да. Совесть начинает вот эта связь с творцом. Сколько сейчас людей перешли на сыроедение? Много. Огромное количество людей. Спрашиваешь, а почему? Он говорит, не знаю, мне что-то щелкнуло, и все. И когда кто-то насиловать себя, чтобы отказываться от мяса, я то не ела, у меня в какой-то тоже щелкнуло, и для меня мясо стало трупом. Потом прошло какое-то время, ну меня так, мягко говоря, надурили, мы ехали в дороге, хотим есть, купили курицу, и так человек, который там могла уйтирать, говорит, ну что, Валентина, я как трупик? Я говорю, да. Потом опять я долго не ела мясо. А потом, в прошлом году, когда мы проиграли апелляцию, у нас была такая своя методика поведения в суде, то есть мы суды первой инстанции все проигрывали, а была у нас чудо-апелляция, и сейчас я понимаю, что эта чудо-апелляция была написана в виде, как сказать, ну это римское право. Знаете, какое римское право, о чем говорит? Незнание законов не освобождает от ответственности. Раз. А второе, когда вас, вот ярлыки приклеят, вы оправдываетесь, да, вот вам говорят, вы граждане, там вы должны, мы говорим, не стоп, это вы должны, докажите, что мы граждане. Вот если докажете, я соглашусь. Я не против платить за ЖКХ, но что у нас издали указ какой-то? Борьба с экстремизмом. Я хочу проверить, что мои деньги точно не идут на финансирование чего? Не-не, там экстремистские организации. Сейчас банки начали блокировки карты, даже тысячи рублей, они вот рук экстремистский там отмыв денег. А вот мы хотим убедиться, что деньги идут по назначению, и дайте-ка нам полный расклад. А дальше еще закон о стукачестве они ввели, да? Давайте стучать. На бат бить всем. Да, да. А что стоит? Сил накатал. А здесь опять же, смотрите, суверенные, они никому ничего не доказывают, они ставят их в позицию доказывания. И когда вы посмотрите, вот одни и те же документы читаешь много-много раз. Я помню, один ответ из Минюста был. Я так читаю, думаю, что-то я раз опять дней назад, думать, я же его уже читала, раз, я вот так раз прочитала, второй раз, значит, не замечаю. Знаете, что я там обнаружила? Министерство юстиции как орган местного самоуправления вам отвечает. И у меня, вот я сейчас говорю, у меня мурашки по телу тут. Они живут по нашим законам. Только они все перевернули. Мы отдали ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких и потомков, детей, внуков, правнуков кому? Да? А здесь осталось всего-навсего что сделать? Взять и ответственность на себя, включить внешние намерения, идем, берем и делаем. Я всегда говорю, не хотят по-хорошему, будет по-нашему. Чем больше они нас трамбуют, тем больше у нас изобретательность проявляется. Мы же творцы. мы же можем, у меня есть близкий мне человек, с которым мы обсуждаем периодически законы, да, вот. И там вот увидимся, то он там далеко. И знаете, такая была ситуация, когда я там читаю законы, ему говорю, ну вот надо делать то-то-то-то, а юрист, у него экономическое и юридическое образование, он хохочет, он говорит, Ирина говорит, вот ты как-то интересно трактуешь законы, говорит. Я говорю, а что не так? Он говорит, ну, понимаешь, это закон прямого дела, вот оно прямое. Я говорю, слушай, вот ты прямой, да, и ты видишь, как прямым пользоваться. А бороться, то есть, когда идет борьба, да, вот борются две силы. И на каждую силу есть противодействующая сила. Если мы боремся, то мы их усиливаем. Мы уходим от борьбы. Вот он бьет, и шаг в сторону сделал, да, поймал, айкидо, да, и силу его удара против него. Скажите, ведь это же легко. Это же проще, чем долбиться с ними до крови, да? Мы не выигрываем в суды. У нас нет проигрыша. А у нас, Андрей, скажи, сколько у нас, я уже не буду за себя говорить, вот ученики у нас, сколько сейчас за последние дни? Проигрыша не одного лица. Я могу сказать, самое большое решение суда, как было, я вам расскажу. Это было в прошлом году, Райфазин вам подали, мы пришли с Сергеем Шестаковым в суд первый раз, но это посмеяться уже сейчас, я вас посмешу. Вот, мы заходим, такие, а секретарша такая смотрит, но у меня очки раньше черные были, когда я поменяла, меня первое время не узнавали, сейчас уже привыкли к этим. Вот, она так на меня смотрит, ага, я говорю, а можно знакомиться с материалами дела? Она говорит, нет. Я говорю, ну ладно, сейчас перенесем в заседание, какие проблемы-то. Мы только пришли, да, в доверенность, вот свеженькая. Вот, она выходит, выносит нам материалы, мы от фотографировали, нас приглашали. Холодно было тогда, мы зашли в зал большой, так это. И минут, больше 20 минут мы сидели, Серега говорит, слушай, что в первый раз, говорит, я такое, говорит, вижу, говорит, что происходит вообще? Я говорю, слушай, я не знаю, у меня тоже первый раз такое. Он говорит, и он так в шутку говорит, слушай, наверное, она твой ролик смотрит. Заходит судья, причем она заходит, вы знаете, она мне понравилась. Тут тоже по поводу судей есть человечные, поверьте. Она зашла, такая села, он говорит, ваша честь, а можно ходатайствовать? Она так вся сжалась, а я так смотрю, наблюдая за процессом, она говорит, да, он говорит, можно мы пальто останемся здесь холодно? Она такая расслабилась, говорит, да. Ну и садится, и дальше начинается, она листает материал отдела и говорит, вот здесь вот банк утверждает, что там не было заявления. Вот, она говорит, скажите, вот они утверждают, что совершил акцент, я ей говорю, а скажите, вот я прихожу в банк, мне дают заявление, пишу на 10 миллионов, пишу роспись, что я ознакомена с условиями кредита, это значит, что они мне 10 миллионов дадут? Она говорит, нет. Я говорю, ну так и здесь то же самое. А вот теперь смотрите, я буквально вот несколько, 4 дня назад была, или может 5, немножко, та же самая ситуация, ВТБ банк, судья, что он делает? Я спрашиваю, он такой ласковый, я ему рассказываю то же самое, такой же 20 миллионов. Знаете, как он мне ответил, если я вам сейчас скажу, что не может быть заявление, а потом вынесу решение, что банку должны, то вы скажете, вы же на предварительном говорили? То есть он мне уже объявил в открытую, на предварительном заседании, я пошла одна, это была проба пера, потому что там заняты остальные все были, то вот следующее заседание, по полной будет вот такая пачка отводов, в судах отводы, это не самоцель, это фиксация нарушения судьи, мы помним, что мы собираем на них компромат. Понимаете, в чем разница? А дальше сейчас мы будем вводить новый механизм, антикоррупционная экспертиза общественная. И вот сейчас судьи, вот этот год, потому что полицию, вот я знаю, по Краснодарскому краю, там Ведневского уже сняли, но он ушел на пенсию, его первого зама, по 210-й УК, знаете, да, что такое? Организация преступного сообщества, первый зам. Краснодарский край, это самый коррумпированный регион. Вот я ездила по разным регионам, мы пообщаемся со всеми, это самый веселый. Судьям мы пообещали, что на них сейчас собирается компромат прошлым летом. Но вот они начали вносить в нашу пользу, даже когда приходили люди малоподготовленные. А сейчас они решили, наверное, мы обманули вовремя. Они сейчас, самые мои любимые судьи, я знаю кому, сейчас мы сделаем антикоррупционную экспертизу. Понимаете? А все равно мы возвращаемся опять к чему? К местному самоуправлению, к ответственности. И дальше, кому-то решаем, людей как можно привлечь, дать им освобождение от их проблем. Правильно? У кого-то ЖКХ. Какие еще проблемы у людей сейчас? Кредиты, налоги, работы нет. А здесь мы организуем рабочие места, мы организуем защиту через дружины, которые станут в народной милиции, мы организуем свои суды. Скажите, за вас кто-нибудь это сделает? По-моему, достаточно уже перекладывать вот ответственность за свою жизнь на каких-то дядей и тетей. Да не будет того царя, который придет и за вас все решит. И это людям нужно вот так и говорить. Кто-то сидит, мы рассказываем, она такая сидит, ну вы сделаете, а мы потом посмотрим, к вам присоединимся. Я подумала, думаю, нечестно. Кто-то сидит без денег, кто-то пашет, за свои последние ездит на обучение, на какие-то, что-то делает, да, зарабатывает то, что сам зарабатывает, тратит на общественные дела. А кто-то сидит и говорит, ну это же тоже нечестно-то. А потом подумала, думаю, а в принципе, какой у них выбор-то? Когда я поняла, что такое чистота крови, знаете, да, вот эту тему про кровь-то? Что у славян она красная, а у тех есть в интернете химический состав крови, когда берут, и вот у клонов и вот этих вот всех остальных, которые, она у них становится зелено-голубая. У них медь в крови. И вот эта еда, которую они нам организовали сейчас, ГМО, это для них еда. Для нас мы плодоядные. Если они для нас смогли организовать, с их, извини, сам открою, да, скажите, нам, когда пришло наше время, это сильно сложно будет сделать, когда ты знаешь, чего точно делать. Скажите, вот сейчас, после того, как я это рассказала, вот методики будем давать. Почему? Потому что система меняется, и мы будем, а мы будем придумывать еще больше. Чем больше они нас донят, тем лучше, чем хуже, тем лучше. Чем хуже они нам закручивают гайки. То есть вот эти человек, они говорят, ой, вот они не можем платить кредиты, мы будем платить кредиты, пусть платят. Но им создает система такое условие, что кредиты платить они уже не могут. Не могут платить за шкат. Есть нечего. Куда они пойдут? Нужно создать условия, чтобы было куда идти. Платформу. Платформу сейчас Алина, Василий, кто там еще будет выступающий, они дадут вот эти методики, потому что они практики. Вот я практик в одной области, да, и рассказываю наш опыт, как мы вот сейчас делаем. Когда меня вот спрашивают так периодически, вот группа, вот мы там вступили в такую организацию, вот ты не против, я говорю, я не против, я за. Сейчас пошла сборка. Понимаете, что такое? Раньше разные организации, разные вот, они были по отдельности. По отдельности мы для той системы не представляли опасности. И вот сейчас началась сборка. Мы сейчас встречаемся с представителями разных организаций, разных структур, разных-разных-разных, и идут переговоры. И у одних наработки одни. Вот Алина сейчас, Василий, еще вот Валера, вот кого я лично сейчас знаю, да, у них наработки по МСУ. Лучше их, ну, я не скажу, не расскажу, как Алина это рассказывает, например, или Валера, потому что они прошли этот путь. Я могу рассказать, как вести себя в судах. Я могу дать сейчас, потому что когда первый раз со мной заходят в процесс, юристы, они в шоке. Вот Серега, он три процесса, просто-напросто вообще не, как сказать, он был шокен. Он на третье заседание говорит, давай я говорю, я говорю. Вот этому я могу научить. Я могу придумать что-то. Когда вот сейчас суд был у нас, недавно, Василия убирают из этого, как его называют, музей в Сергиевом Посаде. И мне когда говорят, ну, говорит, не знаем, за что працать, я говорю, заходим в процессы, смотрим. Ой, вы знаете, когда они нас тромбанули, вот тот самый момент, к тому же сейчас выхожу. Вот, значит, это самое. И у меня пошло, а вот этого нету, то есть у них приватизация, а потом селинги, слушай, как здорово. Чем больше нас тромбуют, тем лучше. Легче стало сейчас, понятнее стало, о чем идет вообще речь. То есть путь, вот как о том все будет идти. И дальше мы будем это все раскладывать. Первый шаг, потому что все раскрывать полностью нельзя, по одной простой причине, они начинают переформатироваться. Когда мы открыли только профсоюз, я сказала, что кооперация с профсоюзом будет, они не смеют законодательство, и кооперация, вот та стандартная, она не может. Мы делаем мировую кооперацию. Ну все, я в принципе закончила. АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ, Елена Хатшок, по-своему, веганой, у нас жилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok